всем привет сегодня я иду на прием к своему гинекологу но сначала мне нужно отвести детишек садик а на корейском молодец погода сегодня не такая прям холодная так что если все будет в порядке если не будет болит живот а позже расскажу почему все время он не беспокоит я скорее всего прогуляюсь каждый раз когда я провожаю детей это всегда в коляске потом я эту коляску оставляю прямо перед садиком и вечером мне не нужно ее снова везти чтобы забрать детишек вот прямо там вот у них здесь парковка детских колясочек все время припарковались на тормоз вот их рюкзачки тоже носят собой каждый день прошлом ролике я обещала рассказать про такой брелок его дают всем беременным при становлении на учет в по концу это медицинский центр с таким брелком вы можете садиться на места для беременных люди на ранних сроках беременности не смогут увидеть ваш живот зато с таким брелком буду знать что вы в положении и будут уступать вам место вот это здание больница в которой я рожала я беру третью беременность вот это вот здание ехать конечно долго ну все я закончила все дела уже женская консультация мне сказали прийти ровно через месяц это будет 16 неделя беременности пол не сказали да я пока не хочу узнавать думаю мы с мужем устроим гендерпати не знаю еще точно но очень хочется главное с малышом все хорошо он или она развиваются отлично и единственная жаль что нельзя было снимать в кабинете врача я попросила можно ли снять как мне делают узи мне не разрешили но сегодня делал узи не мой врач врач который делает скрининг так что возможно следующий раз мой врач разрешит и кстати мой врач директор этой больницы я уже дома и готова поделиться с вами итогами первого триместре беременности сейчас мне идет 12 неделя это последняя неделя первого триместра моя беременность началась и жуткого токсикоза у меня такого не было с мальчишками не с кириллом не съели ну то 12 недели как раз таки у меня жутко просто мучил токсикоз я ощутила на себе весь этот ужас когда ты не можешь есть ты чувствуешь запах еды или допустим даже чего угодно например сигарет и тебе плохо становится рада что этот этап позади но последнее время меня мучает другой недуг это проблемы с поджелудочной железой а именно панкреатит в один день у меня жутко начал болеть живот я испугалась сразу пошла к своему гинекологу он сделал узи сказал что с малышом все в порядке на следующий день я записалась кастроэнтерологу мне сделали гастроскопию узи брюшной полости и взяли анализы анализы будут готовы на следующей неделе и тогда я пойду в больницу мне скажут мой диагноз но я уже знаю что у меня панкреатит потому что у меня он уже был ранее правда это было не во время беременности тогда меня госпитализировали я пролежала в больнице долгое время мне делали капельницы я пила таблетки ничего при этом не ела и мне стало легче но сейчас так как я беременна мне нельзя принимать никакие лекарства до третьего триместра если будет уже совсем плохо и не смогу терпеть боль то сказали назначить мне таблетки я конечно буду терпеть буду продерживаться диеты пока мне станет легче пока не станет легче моей поджелудочной железе сейчас я исключила соленое сладкое острое жирное жареное копченое из своего рациона я ем только в основном каши тот совсем по чуть-чуть для меня здоровье моего малыша очень важно я не хочу предвыгать его опасности принимаю разные лекарственные препараты так что я беременности отношусь серьезно мы не один месяц можем пытались вести малыша так что я хочу чтобы с малышом все было в порядке кстати я из-за того что сейчас на диете из-за панкреатита потеряла уже три килограмма вернулась своему до беременному весу даже нет я забеременела было все три часа 52 килограмма вот такие вот дела правда живот у меня все также растет никуда он не делся не похудели руки-ноги лицо немножко осунулась но животик он все еще есть небольшая правда но есть но пока конечно по сравнению с предыдущими сервисами допустим сели у меня появился живот только на 14 неделе он начал округляться с кириллом с моим первым сыночком у меня живот появился только на 18 неделе кажется да но не раньше но мне сказали что нормально что с последующими беременности матка растягивается все больше и больше и животик начинает виднеться быстрее вот такие вот дела все что я могу рассказать о своем первом триместре я уже рассказала мне когда я оставала на учет в свою гинекологию мне дали вот такой вот дневник тут есть такие наклеечки ученики дальше здесь все хранятся снимки узи первые узи и дело на шестой неделе беременности вот все тут есть маленькое зернышко сейчас уже человечек здесь у меня дальше я на какой неделе получается на девятой неделе мы делали узи здесь уже и маленький человечек но он очень маленький плохо видно и вот двенадцатая неделя беременности уже вот такой вот большой малыш следующий будет на шестнадцатой неделе давайте посмотрим ой здесь как раз таки вот шестнадцатая неделя сразу идет скорее больше следующий прием потом там 20 и так далее и когда я была беременна и елем приехала в корею на восьмом месяце беременности у меня там только с тридцать третий или тридцать четыре они тридцать второй или тридцать третьей недели у меня там идут записи а с этим малышом прям самого начала я до сих пор храню дневник с елем когда не была беременна будут этот ничего тоже хранить на память эх скрип уже следующий прием не терпится увидеть снова мужа при кстати узи делают в скорее на каждом приеме то есть сначала прием этом раз три недели раз четыре недели потом 1 2 недели потом каждую неделю будут каждую неделю на больших сроках делают узи на каждом приеме у врача вот у меня как тридцать второй неделе или с 33 как я пошла к своему врачу мне вот каждую неделю делали УЗИ. И я говорила, что в России делают всего три раза УЗИ за всю беременность. Не опасно ли это для ребенка? Мне сказали, что ни капельки, что все нормально. Вот такие вот дела. Наболтала я уже очень много, так что прощаюсь с вами на этой ноте. Увидимся в своем следующем видео. Всем пока!